Быстрее, выше, сильнее. Это не только про спортсменов-олимпийцев, но и про темпы строительства спортивных объектов в Краснодаре и крае, что сделано за последние 15 лет для того, чтобы тренировки будущих чемпионов проходили в современных условиях, расскажет Антон Балзовский. Трудно себе представить, что еще 15-17 лет назад позаниматься любимым баскетболом можно было только на уроках физкультуры в школе. А о секциях фигурного катания в Краснодаре можно было только мечтать. Там, где сейчас баскет-холл, ледовый дворец Айс-Пелос и многофункциональный спортивный центр «Чемпион» в начале 2000-х были поля. И, как говорят сами, тренеры и спортсмены заниматься приходилось в очень стесненных условиях. Но сейчас все поменялось. Конечно, в лучшую. У нас строится очень много спортивных комплексов. Город спорта, который построен в районе баскет-холла, шикарный. Где не только баскетбол, комплекс тренировочных залов «Чемпион», где 11 спортивных залов, ледовый дворец. А вот в «Чемпионе» один из залов построили для гимнастов. Это огромное спасибо, потому что это один из лучших тренировочных залов в России. Ну, изменилось, конечно, очень много. Естественно, в лучшую сторону. Начинали мы заниматься. У нас практически не было нормального зала, хороших снарядов. Не оборудован был технический спортивный зал, страховых систем, матов. Сейчас это просто небо и земля. Не меньше поражены переменами и ветераны кубанского спорта. В послевоенные годы им приходилось заниматься в подвалах. Не то, что сейчас. Когда заходишь в центр подготовки, чемпион называется, я поражаюсь, вспоминаю, всем говорю. Вот если бы те люди, которые со мной ходили в подвал, мы сейчас увидели вот это, они подумали, что они на Марсе находятся. Потому что то, что там создано сейчас для всех видов спорта, и то, что мы имели, это небо и земля. И удивляться есть чему. Только за последние 10 лет на территории края построено 75 крупных спортивных объектов. Из них 38 универсальных спорткомплексов, 11 плавательных бассейнов, 9 футбольных полей, 8 ледовых арен. Такие спортивные арены, построенные по последнему слову техники, привлекают тренеров из Москвы. Они с удовольствием едут в Краснодар работать и отмечают прогресс в таких видах спорта, которые начали развивать на Кубани совсем недавно. Я считаю, что если мы такими темпами будем развиваться, то достаточно молодая краснодарская школа в течение двух-трех лет может догнать школы Москвы. Мы постепенно к этому стремимся и стаж за стартом уже начинаем обгонять московских и питерских спортсменов. Хорошо, что такие огромные объекты строят на территории Краснодарского края, именно в Краснодаре. Поэтому сейчас все идет довольно-таки позитивно. Многое изменилось в спортивном облике Краснодара и вполне возможно благодаря таким изменениям совсем скоро мы увидим именно этих ребят на главных ступенях медестала почета будущих Олимпиад.